В нашу редакцию обратились жители микрорайона Ложок. Пыль, грохот от фур беспокоят и скетинцев. И проблема не решается уже несколько лет. Все это, уверены жители, вредит здоровью и наносит урон экологии. Они все перегруз, все с пылью прут. Но что-то надо делать. Вот, у нас весь поселок в пыли. Все, елки белые. Без тента и на высокой скорости. Известь сыпется в разные стороны. Картина, которая стала привычной для местного населения. Дорогу поливают. Могут три раза в день, а могут и вовсе не полить. Утром, вот так вот пальцем провожу по подоконнику. И звездка. Хотя бы забетонировать от моста и вот до кольца. Представляете, вот эта дорога, она грязь. Там идут по центральной люди с этой машины, с технологии. Там буквально грязь. Там когда дожди, там пройти невозможно. Обувь, это бесполезно. Весь в грязи будешь ходить. Когда нет дождей, там пылище. Пыль летит на качели и лавочке. Так что новая площадка тоже в грязной зоне, говорят местные жители. Кто вот тут пойдет отдыхать? Кто тут будет сидеть на лавочках? Как с детьми идти на площадку? Всего-навсего вот эту задачу можно решить. На весовой. Не отпускать его без палатки. Не отпускать его без палатки. Палатка есть? Пожалуйста, документы оформил. Езжай, флаг в руки. Здесь можно вот это, если поливать некому, можно полицейского одного, второго через 20 метров поставить. В администрации города пояснили, что уборочная техника здесь ходит ежедневно. Мы принимаем все меры, разговариваем с руководством Новосибирского карьерного управления. Находящиеся здесь руководители нас как бы слышат, принимают тоже ответные шаги. У них есть своя плевомоечная машина, они улично-дорожную сеть Лошковского микроэлла поливают. Но, тем не менее, на сегодняшний день в жаркую погоду этого недостаточно. Глава не единожды собирал совещание по данному вопросу, где были приняты решения о контроле тотальном. Сегодня в администрации рассматривают разные варианты. Проблема большегрузного транспорта на контроле.